На протяжении всей истории человечества то тут то там вдруг появляется загадочный черный монолит, от встречи с которым что-то меняется в истории и развитии окружающего его человечества. Племя пятикантропов учатся новым для себя навыкам, а миллионы лет спустя космонавты постигают смысл бытия, раскопав глыбу на Луне, а экипаж космического корабля, летящий к Юпитеру, вдруг понимает, почему инопланетяне следят за Землей. Меня зовут Костя Немуви, и это Кинофокс. Это на самом деле так. Планета Земля, доисторическая Африка. Жизнь там идет своим чередом. Животные охотятся, добывая себе пищу, а племя пятикантропов кормится и периодически отгоняет от своего источника конкурирующее племя, которое тоже претендует на владение этим участком. Но пока во всех стычках хозяева побеждают. Ночи проходят относительно спокойно, но однажды утром один из представителей племени обнаруживает появление перед пещерой странного черного монолита. Племя осматривает его со всех сторон, но так и не понимает, что это и откуда взялось. Тем не менее, монолит как будто притягивает их, и пятикантропы постоянно сидят около него. И однажды, отправившись на охоту, один из гоминидов впервые берет в руки кость и использует ее как орудие. Время спустя соседнее племя опять пытается отобрать желаемый участок земли с озерцом. Но хозяева теперь вооружены костями и палками, с помощью которых они не только отгоняют захватчиков, но и убивают некоторых из них. Проходят миллионы лет, человечество давно осваивает космос, строя корабли и космические станции, оборудованные по последнему слову технике. И теперь космические перелеты превратились в обыденные вещи сродни полетам на самолетах. Однажды доктор Хейвуд Флойд, председатель Национального совета астронавтики США, отправляется на американский лунный форпост, базу Клавиус. Он прибывает на промежуточную станцию, где его встречает сопровождающий ученого мистер Миллер. Он провожает Флойда до терминала, который просит доктора представиться по всей форме, называя все данные о себе, включая страну проживания. Флойд выполняет это требование и получает полный доступ к услугам станции. Его корабль отправляется через час, так что у него есть время на покушать. Но сначала мужчина хочет кое-кому позвонить и отправляется в телефонную кабину. На звонок отвечает его дочурка, которая сегодня празднует день рождения. Малышка просит куколку в подарок, и отец обещает исполнить ее пожелание и просит передавать маме привет. Чуть позже мужчина встречает российских ученых, которые, узнав о том, что он летит на Клавиус, просят поделиться с ними странностями, которые там творятся. Доктор, конечно, не понимает, о чем идет речь, но ему рассказывают, что на все звонки автоответчик станции сообщает, что эта линия временно недоступна. Это, конечно, бывает в космосе, но не на протяжении 10 дней. Так что на неполадки оборудования это совсем не похоже. Более того, два дня назад русскому кораблю отказали в экстренной посадке на Клавиус. А это нарушение космической конвенции, что карается довольно строго. Поэтому понятно, что из-за ерунды на такое нарушение никто не пойдет. Из достоверных источников ученые узнали, что на станции разразилась эпидемия, но Флойд не может это обсуждать. На этом он прощается с коллегами, которые желают ему удачи и по возможности просят сообщить, в чем же все-таки было дело. Флойд летит дальше. Во время полета стюардессы разносят полезную еду в специальных боксах, приноравливаясь к искусственной гравитации, при помощи которой можно ходить по любой поверхности корабля. Наконец, его полет оканчивается прибытием на Клавиус. Пилоты сажают корабль на оборудованном космодроме, где их уже ждут встречающие. Раскрывается купол подземной принимающей площадки, и корабль опускается в подлунное помещение космопорта. Позже Флойд обращается к собранию персонала, на котором подчеркивает необходимость сохранения в тайне их новейшего открытия. Он понимает их недовольство слухами об эпидемии, ведь это могло взволновать их друзей и близких на Земле. Сам он тоже находит эту легенду неубедительной, но он полностью согласен с утверждением, что открытие должно оставаться в тайне, ведь его обнародование может повлечь за собой грандиозный культурный шок. А он прилетел, чтобы собрать дополнительные факты и мнения, а также подготовить доклад для Мирового Совета. Позже доктора Флойда везут к месту, где недавно был найден артефакт. По дороге коллеги рассказывают, что все началось с обнаружения странного монолита, который приняли сначала за обломок магнитной породы, но ничто не может создать поле такой мощности. Потом люди решили, что это часть какого-то строения и начали раскопки, но опять ничего не нашли. Более того, оказалось, что этот предмет не подвержен эрозии. Похоже, его намеренно спрятали 4 миллиона лет назад. Добравшись до места, ученые осматривают находку, обнесенную бункером, после чего группа решает сфотографироваться на фоне найденного монолита. Но тут наступает лунный рассвет, и черный монолит в первый раз после миллионов лет заточения ловит солнечный луч, после чего в шлемофонах, стоящих вокруг людей, звучит пронзительный электронный крик, который улетает куда-то в сторону Юпитера. 18 месяцев спустя американский космический корабль Discovery One направляется к Юпитеру, и это первое путешествие в этом направлении. Начало полета проходит в безмятежном спокойствии. Два бодрствующих члена экипажа ежедневно несут вахту и выполняют будничные обязанности пилотов. По ТВ идут новости о записанной по связи беседе с кораблем. Журналист рассказывает, что экипаж состоит из пяти человек и компьютера HAL-9000 с человекоподобной личностью. Трое из экипажа проводят путь в состоянии гибернации. Зрителям представляют командира корабля доктора Боумана и его помощника доктора Пула, которые говорят, что полет проходит в штатном режиме. Но дело в том, что впервые экипаж оказался в Криосне еще до старта. Оказывается, это было сделано в целях экономии запасов, ведь в гибернации человек делает только один вдох в минуту. Далее ведущий представляет зрителям компьютер HAL-9000. И тот отвечает на все вопросы, заверяя, что он самый надежный в мире и не умеет ошибаться. Ему нравится работать с людьми, и хотя постоянно занят, ему это нравится. Доктор Пул подтверждает, что они воспринимают Хэла как шестого члена экипажа. Позже Фрэнк получает поздравление с Земли по поводу дня рождения. С ним связываются его родители, которые рассказывают о своей жизни и показывают торт, который заказали для него. Они гордятся сыном и родители его коллег тоже. Позже космонавт играет с Хэлом в шахматы и проигрывает. Время спустя Хэл просит Боумана показать ему свои рисунки. И вдруг признается, что перед отлетом по базе ходили странные слухи о небывалой находке на Луне. А потом начались другие странности. Например, их отлет готовился в полной секретности. Трех ученых доставили на борт в состоянии гибернации. И вообще, но тут Хэл прекращает откровение, потому что он обнаружил неполадку в устройстве управления антенной. Через 72 часа он полностью выйдет из строя. Космонавт в капсуле для внекорабельной деятельности выходит в открытый космос, снимает подозрительный блок и приносит его на борт корабля. Они проверяют его работу, но неполадок не находят. Хэл предлагает вернуть устройство на место и дать ему выйти из строя, чтобы можно было понять проблему. Центр управления полетами одобряет это решение, однако указывает на то, что Хэл допустил ошибку, хотя это просто невероятно. Узнав об этом выводе, Хэл заявляет, что виноват человек. Обеспокоенный поведением компьютера Боуман и Пул заходят в капсулу для выхода в открытый космос, чтобы поговорить наедине. Они решают отключить Хэлла, если будет доказана его неправота, не подозревая, что Хэл следит за их разговором, читая по губам. Позже Пул отправляется менять антенный блок, и в то время, как он выплывает из капсулы, Хэл захватывает контроль над капсулой и отправляет космонавта кувырком прочь от корабля с перерезанным воздушным трубопроводом. Боуман видит это в иллюминатор, берет другую капсулу и выходит наружу, чтобы спасти друга. Он догоняет тело и захватывает его манипуляторами, но понимает, что уже ничем не может помочь погибшему другу. В это время Хэлл отключает функции жизнеобеспечения членов экипажа, находящихся в состоянии анабиоза, убивая их. Когда Боуман возвращается на корабль с телом Пула, Хэлл отказывается впускать его обратно, заявляя, что их план по его отключению ставит под угрозу всю миссию. Космонавт отпускает тело Пула и с помощью дистанционных манипуляторов открывает один из воздушных шлюзов корабля, но у него нет шлема для скафандра. Тем не менее, мужчине удается приблизить капсулу так, чтобы выходящий из нее воздух втолкнул его в воздушный шлюз корабля. У него все получается, и космонавт попадает в корабль. Он отправляется в процессорное ядро Хэлла и начинает отключать его рабочие цепи, игнорируя мольбы компьютера о прощении, и в конце концов разум Хэлла гибнет. Когда он заканчивается, проигрывается предварительно записанное руководством видео, открывающее, что фактическую цель миссии знает только Хэлл. Оказывается, что 18 месяцев назад черный монолит, найденный под поверхностью Луны, отправил радиосигнал в сторону Юпитера, что и должна была проверить миссия. Дальнейший полет Боуман продолжает в одиночестве, и на орбите Юпитера находит третий, гораздо больший монолит, вращающийся вокруг планеты. Он покидает Discovery в капсуле и попадает в необычный цветовой поток, где наблюдает причудливые астрономические явления и странные космические пейзажи. Неожиданно он оказывается в большой неоклассической спальне. Ошарашенный такой метаморфозой, мужчина исследует помещение и видит свою, более зрелую версию. Пожилой Боуман тоже как будто чувствует чье-то присутствие и даже подходит к двери, но никого не находит. Зато вдруг слышит тяжелое дыхание и видит в кровати умирающего старика. В свою очередь старик тоже чувствует чье-то присутствие, но никого не видит. Тут перед кроватью появляется черный монолит, и когда старик тянется к нему, он превращается в эмбрион, заключенный в прозрачный шар света, парящий в космосе над землей. Об этом в фильме шло очень много споров, высказывалось множество догадок, что же хотел сказать Стэнли Кубрик. Может быть то, что время бесконечно и быстротечно? В короткий для вселенной промежуток человек рождается, живет и умирает, тем самым давая жизнь другим. Человечество взрослее движется к звездам, превращаясь в дитя космической пучины, тем самым возвращаясь к своему началу, инопланетному монолиту. А что скажете на этот счет вы? В любом случае, от вас лайк и подписка. А с вами был Костя Немуви. Увидимся совсем скоро. Субтитры создавал DimaTorzok